Дорогой товарищ редактор, хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредны. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фостов, находящуюся за 3-9 земель в некотором государстве, на неведомом пространстве. Я там, конечно, был. Самогон пива пил и усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кого и чего написать, но, как говорится в нашем простом быту, господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза видели собственноручно. Была тихая славная ночка семь день тому назад, когда наш заслуженный поезд конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, гаврилка наш не курит. И бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой, в чем тут может быть остановка. И действительно, остановка для общего дела вышла громадная, по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими тормами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы, которых женщин посадили по теплушкам, которых не посадили. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались на лицо две девицы, а пробивший первый звонок подходит к нам представительная женщина с детем, говоря, «Пустите меня, любезные казачки! Всю войну я страдаю по вокзалам с грудным детем на руках, и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно. Неужели же я вас, казачки, не заслужила?» «Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая и получится ваша судьба». И обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на местом назначения, и дитё действительно при ней находится, и какое будет ваше согласие, уважаемый взвод, пускать её или нет. «Пускай её, — кричат ребята, — а после нас она и мужа не захочет». «Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюся я вам, уважаемый взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните взвод, вашу жизнь вспомните, как вы сами были дитями при ваших матерях. Получается вроде того, что не годится так говорить». И казаки, поговоривши меж собой, какой он, стало быть, Балмашов убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает её, говоря наперебой, «Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитё, как водится с матерями. Никто вас в кутке не тронет. И приедете вы нетронутая к вашему мужу, как это вам желательно. И надеемся, женщина, на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старая старица, а молодняка, видать, мало у нас. Горе мы видели, женщина, и на действительной службе, и на сверхсрочной. Голодом нас давануло, и холодом обжегло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения, ничего не бойтесь». И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром, и в том шатре были звёзды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь, и зелёную кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица, а колёса тарахтят. По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли зарю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмашов», — говорят мне казаки, — «отчего ты ужасно скучный и сидишь до последнего?» «Низко кланяюсь вам, бойцы. Прошу маленького прощения. Но только сижу я без сна, потому что надо мне переговорить с этой гражданкой пару слов». И задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от свора злодейских псов, и подхожу до неё, и беру у неё с рук дитё, и рву с него пелёнки, и вижу поза пелёнками добрый пудовик соли. «Вот антерёсное дитё, товарищи», — говорю я, — «которое титик не просит, на подол не мочится, и людей со сном не беспокоит». «Простите, любезные казачки», — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно. «Не я обманула, лихо моё вас обманула». «Балмашов простит твоему лиху», — отвечаю я женщине. «Балмашов оно немного стоит. Я за что купил, за то продал. Но оборотись ты к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью в том углу. Оборотись на жён наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей. И те, тоже самые одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в её жизни девушек. «А тебя не трогали. Хотя тебя не подобную только и трогать. Оборотись, женщина, на Россею, задавленную болью». «А она мне». «Я о соли своей решилась. И правда я не боюсь. Вы за Россею не думаете. Вы жидов Ленина и Троцкого спасаете». «За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка», возражаю я ей. «Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу. Но Троцкий есть отчаянный сын Тамбовского губернатора. И вступился, хотя другого звания, за простой трудящийся класс. Как присуждённые каторжане вытягают они нас, Ленин и Троцкий, на вольную дорогу жизни. А вы, говорю, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с острой шашкой грозится нам на своём тысячном коне. Его, видать, того генерала, со всех дорог. И трудящийся имеет свою думку мечту его порезать. А вас, нечестная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, вас не видать, как блаху, и вы всё точите и точите». И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос. Но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой дальше. И увидев, что откос не нанёс ей вреда, увидев эту невредимую женщину и несказанную рассею вокруг неё, и крестьянские поля без колосьев, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются. Я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или её кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали «Не кончай себя, ударь её из винта». И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и нашей республики. И мы, бойцы второго взвода, клянёмся перед вами, дорогой товарищ редактор и перед вами, товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Россию трупами и мёртвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмашов, солдат Красной революции.